Приветствую вас, мои родные, любимые и сердца дорогие. Все сердца моему дорогие подписчики, зрители, братцы и сестры во Христе, все люди на земле, случайный зритель, кто попал на мой ролик, на мой видео. Я отвечаю на комментарий, оставленный под одним из моих видео. А звучит он так, Валерий Матюхин пишет. Привет, Дима, не знаю, как на тебя выйти, поэтому пишу здесь. Так, отвечу сразу еще, как на меня выйти? Ну, все мои контакты под каждым роликом в описании есть. Все, соцсети, скайп, как угодно. Вплоть до номера телефона моего можно найти. Вот, так что не знаю, в чем проблема. В Ютубе в описании есть, есть ссылка на... Сейчас я вам, в принципе, тогда поделюсь. Да ладно, ну, вы знаете, на сайте христолюб.ру Там есть контакты также в верхнем правом углу, так что не вижу сложности в чем. В чем могут быть сложности. Хотя, ладно, покажу. Так, вот на моем сайте, вот здесь вот есть контакты наверху. Сюда кликаем, и вот все мои контакты. Вот, так что здесь есть и скайп, и все соцсети. Так что найти меня очень легко. Читаем дальше комментарий. Хочу разобраться с понятием тело и плоть. Вроде как одно и то же, но по многим местам из Библии наша плоть Богу не нужна, не нужна, наверное, или не важно. Тут и так, и так можно подставить. А тело нужно, храм. Понятно, что Иисус Христос пришел в наш мир в несовершенном человеческом теле. А написано, и многие, не задумываясь, говорят, во плоти. Хотя явно, что это не одно и то же, особенно в контексте. Что ты думаешь по этому вопросу, одно и то же, или неточность перевода? Ну, кстати, я сам говорю, что Бог пришел во плоти. И так и написано. Почему, в чем тут сомнения, я немножко тоже не пойму. Ну, что, нам нужно доказательство? Ну, давайте, давайте обратимся к Писанию. Евангелие от Иоанна. Открываем. И читаем. В начале было Слово, и Слово было у Бога. И Слово было Бог, оно было в начале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. Ведь в Нем была жизнь, и жизнь была свет человеком. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Так, мы пропустим. И Слово стало плотью, и обитало с нами полная благодать и истина. И мы видели славу Его, славу Днеродного как Отца. Так что, и Слово стало не телом, да, мы читаем, а плотью. Как тут быть? И Слово стало плотью. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 14 стих. Так что, не знаю. Давайте, что нам еще хочется почитать. Ну вот, конечно, в первом послании Иоанн не пишет. Да, он пишет о том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали, осязали люди, осязали руки наши, о слове жизни. Ибо жизнь явилась, и мы видели свидетельство, возвращаем вам эту вечную жизнь, которая была у Отца, и явилась нам. О том, что мы видели, слышали, возвращаем вам, чтобы вы имели общение с нами, наше общение с Отцом и Сыном Иисусом Христом. И пишем вам это, чтобы радость ваша была совершенна. И вот благовестие, которое мы слышали, от него возвращаем вам Бог. Есть свет, нет никакой тьмы. Вот, ну, тут нету о воплощении, да. Вот, ну вот, в Евангелии он четко пишет, да. Да, место еще полно, я не готовился к ролику, я не хочу, я говорю, делать такими, я их выкладывать буду на лайве, да, поэтому не ставлю себе цель зачитывать. Достаточно Евангелия от Анны, да, я просто по памяти вспомнил. Тем более я заговорил, что год я не читал, у меня, конечно, уже многие вещи потерялись. Раньше у меня по памяти всплывали все эти места, сейчас, конечно, такого нету. Вот, ну вот, Евангелия там достаточно, да, что и слово стало плотью. Вот, поэтому по поводу плоти и тела, я не знаю, вот даже Валерий Матюхин, дорогой, ты написал, что... И многие написаны, и многие не задумаются, говорят, воплотье. Пришел к нам в мир в несовершенном человеческом теле, а написано, и многие не задумаются, говорят, воплотье. А, или правильно, или ты знаешь, что написано воплотье. Ну вот, поэтому, вот правильно, а если ты видишь это и знаешь, и я, может, просто невнимательно... Видите, тяжело читать комментарии, где-то интонации нет, где-то ударение, где-то разделение. Я вот не пойму, Валерий Матюхин, видишь, знает, что так написано. Ну, вроде как пишут, а написано, и многие не задумаются, говорят, воплотье. Ну да, вот написано. Вот, ну, если мы на одном языке говорим, и действительно оба понимаем, что и написано, и воплотье, и, да, и что стал подобным человеком в теле, и так, и так. То сейчас я хочу, конечно, тоже порассуждать на эту тему. Вот, а рассуждать, что рассуждать-то? Действительно, вот Валерий, Валерий пишет, что неточность перевода. Во-первых, у меня на канале есть ролики, а вот об атоме, а там о последних временах, о природе. Ну, кому интересно, в комментариях напишите, я дам ссылки, если не хотите искать. А так, посмотрите, там найдете, плейлист, я уж не помню, как он называется, там. А, о Боге, о Боге. Это не о последних временах, а о Боге, природе человека, Иисус Христос. Я там все туда понапихал, что можно было. Вот там найдете, там про атом, про видимый, невидимый мир. Понимаете, мир делится на две части, видимый и невидимый. И есть грань, так скажем, невозможно которую пощупать. И когда эту грань энергия проходит, она становится видимой, так скажем. Материализуется, есть такое слово, но по сути она видимой становится. Вот и человек, вот есть тело, казалось бы, видимое, да? Хотя чуть отрежь, еще возьми, и еще видно. Кровь-то видно, пусть видно. А где же там сам человек-то? Это все, если хотите себе умом повредиться, голову сломать, можете ковыряться. На самом деле, бессмысленное дело. Как вся наука, мы видим на земном примере, ничего не понимает в мире вообще. И все эти их открытия, это лишь попытки описать. Законы их не открывают, никакие ученые. Они есть, они их пытаются описать. Но вот это употребляется такое слово «открыл». Ну что, закон Тихотея не открыл, что ли, Ньютон? Да он был, и он его не открывал, он его описал. Поэтому это просто есть. Истина и бытие – это то, что есть. И вот тело, плоть, понимаете, это игра слов. В одном народе вам скажут это, ведь есть еще определение у каждого слова. Именно поэтому вот это буквоедское изучение Писания, порой настаивание и спорах на каких-то стихах, которые не несут никакой вот этой духовной нагрузки, я назову ее, да, к познанию истины. Ведь понятно, что человек грешит, он причиняет боль ближнему. Не важно, чем внутренним, с какими-то мыслями. И потом эта внутренняя мысль все равно материализуется в слово, он начнет сплетничать, обманывать, предавать, там что-то делать. Либо делом, руками и ногами, то есть телом совершаемое. И телом или плотью, вот мне, когда человек против меня зло творит, мне какая разница, как я назову его? Человеком, телом, плотью, когда он это руками мне сделал, там забор подкопал, обокрал меня, мне какая разница, как я или мне выразиться на него? Телом он или плотью меня обокрал? Мне без разницы, он согрешил против меня. Ну, кто знает, меня уже знает, к чему я подведу, да? То есть, да, казалось бы, я сам, вы знаете, как отношусь к невежеству и приветствую, конечно, знания человеков. Даже вот эти вот, естество знания, да, чтение я могу причислить все-таки к естеству знанию, да, то есть познавание каком-то, кругозор, чтобы у человека был пошире. Это хорошо, вот. То же самое писание, если ты веришь, там Библию признаешь, ну, ты хоть будь любезен, почитай ее углубленно, найди времечко. Вот, там, Евангелие, да. И я не спорю, это хорошо, что мы задаемся этим вопросом. Я сейчас, если мы действительно задаемся с какой-то целью познать истину. Вот. И, казалось бы, эти слова «тело и плоть», вот, они имеют значение. В некоторых моментах мы могли бы что-то… Сейчас вот именно ведь Валерий тоже не привел конкретного примера какого-то там из Писания, где это могло бы иметь такое действительно серьезное значение, да? Вот. И тогда бы мы могли конкретное место разобрать. Это как мы сейчас говорим абстрактный, я как бы ответ такой даю абстрактный немножко на этот ответ, на этот вопрос. Что, по сути, конечно, если это даже относится к греху, что действительно важно для человека, он в грех впадает, он плохо себе делает, или он действительно в святость преображается изо дня в день, благодаря своей жизни. То тогда, да, нам надо разобраться. Но таких мест, опять же, там, если вы будете читать, там смысл всегда будет один. И вот, опять же, Бог там, в немощную, тело, плоть, как выплатился, какая разница? И тут зависит от понятия. Если бы Валерий еще написал бы понятие, тогда сам бы дал, или какой он слышал, читает, признает, или сам вкладывает в эти слова, можно было бы рассуждать. И тогда, а то можно сказать, ой, а, ты так видишь, какая разница? И придешь в какое-нибудь место, где там в отрицательном контексте говорится, допустим, о плоти, да? И ты можешь это принять. То есть, вот такие, я говорю, абстрактные, опять же, вопросы тоже, они порождают такие мои абстрактные ответы, которые могут быть неудовлетворительными для кого-то. А как быть, если вот они очень абстрактные, я говорю? И поэтому тут надо разобраться, конечно, и когда ты просто читаешь уже в духе любые вещи, вот как я про этого книжника все время говорю, Господь очень хорошо и правильно сказал, что всякий книжник наученный, Царство Небесное, ну, Царство Небесное, как Бог, это истина, да? Наученный истинный, а уж не играй, если он еще вкушает деятельной жизнью в любви, там, бессмертие, осознавая свою душу на все поступки, смотря через эту призму, и свободы воли своей, стремясь к истине ее избирает, да? То, конечно, он отовсюду вынесет пользу, и вы спокойно можете читать, и, грубо говоря, свою Библию писать для себя. Если вы где-то видите, даже вот именно на ваш взгляд, вы считаете, что это искажение перевода, ну, прочитайте для себя, как плоть или как тело, если у вас это между этими понятиями, вы вложили для себя какой-то смысл и какую-то разницу, попробуйте почитать с этим. Но из Евангелия, исходите из всей Библии вынести, надо одно единственное понятие, а точнее, если выразиться правильно, это учение Бога, пришедшего во плоти, как, по крайней мере, написано вон. Хотите в теле человеческом. То это что, о чем? Что Бог есть, Он бессмертен, Он свободен, Он любовь. Вот и все. Вся вам истина. Вот. И поэтому, если какие-то более конкретные моменты, да, можно разбирать. А так, я вот хочу, хотел или в этом, или отдельный ролик опять о совести записать. Я уж много раз говорил, сейчас мы Ветхий Завет на Христолюбе читаем, там я показываю, слово «совесть» даже в еврейском не было. В еврейском не было слово «совесть». И более того, в современном понятии это слово настолько ужасно имеет определение, даже в той же самой Википедии, это слово ни о чем вообще, никчемное слово. Лишнее слово, придуманное, так скажем, неверующими в Бога людей, это атеистический термин, я всегда говорю. Именно атеистический. Поэтому, в принципе, верующий человек, его употреблять-то не должен. Потому что он атеистический. Он придуман, и придуман он именно людьми. Это даже не божественное понятие, так скажем. Ну, это правильно, придуманное людьми, то есть, придумать что-то вместо Бога. И придумали. То есть, верить в какую-то чистоту, присущую человеку. Ну, этому я говорю, хотите, я запишу еще раз ролик, мы в Википедию почитаем. При отсутствии Бога во Вселенной и внутри меня. Вот так и это. Тело и плоть, я лишь аналогию приведу, все равно, вот, книга бытие первой главы, да? Сотворение человека. Там так переплетаются неправильно слова Адам и человек. Ведь это же Адам, перевод там с еврей, с еврей, это хотите, с греческого. Там есть, потому что была септуагинта за несколько сот лет, переведенная до воплощения Бога. И там, если разобраться, казалось бы, если там правильно все подставить, сотворил Бог человека или Адама, это абсолютно разные вещи. Одно дело Адам, может, уже мужчина, другое дело, и это его имя собственное, другое дело, это нарицательное имя. Там Адам с греческой, это и сотворил Бог человека, а может, получается, он бесполого сотворил все-таки. И когда от него из ребра отделял женщину, и получилось два пола, это, может быть, и символ был вообще сотворения двух полов. А там и там это слово стоит. Более того, это до нас же дошли эти бумажки, рукописи, писанные, переписанные. Так он из человека сделал, из ребра человека одного, и человеку одному нехорошо быть. Но он был, грубо говоря, как сейчас есть, гендерное, гендер, слово, понятие. И он сотворил еще человека и разделил им полы. Там и так можно прочитать. И ведь это важно. И когда ты вот упираешься в то, что ты не можешь через бумажку познать истину, потому что ты не можешь ей доверять. Она писалась, переписывалась, более того, кто понимает, переводилась, а любой перевод – это толкование. Вот так же, как вы, человек сидел еще, репу чесал и думал, слушай, что-то у меня в голове не складывается. Я, вот, Господи помилуй, я не могу это написать. И писал так, как он понимал. Вот вам пример. По Адаму и человеку, по первой голове. Попробуйте, я там всю голову сломал, помню. И пытался сам написать. А сколько раз там, вы сначала вычлените жирным, возьмите текст, вычлените жирным, допустим, слово Адам, человек и жена его, Ева, женщина. И вы увидите, сколько оно раз там повторяется. И по теории вероятности, я вот изучал в институте, это кошмар, сколько вариантов и так, и так поменять. И у тебя разные получатся выводы из этих вариантов. Плюс там идет уже в первой главе параллелизм повторения стихов, и ты не понимаешь, это просто повторение, слушайте, или это последовательность событий, или это параллельность событий, или это повторение. Это уже три варианта. Поэтому, к сожалению, даже Библия, это не истина в первой инстанции. Там вот такие вот вещи, очень открыты нам, очень, как вот Павел, помните, прекрасно сказал. Хоть и он же сказал, что мы можем этот мир познавать, и сущность бытия, вот именно невидимую сторону мира, познавать через видимую, как в отражении, да, глядя. Как отпечаток, как слепо хотите. Ну что можно увидеть по слепку? И он же сказал прекрасные слова, что сейчас мы все видим гадательно. То есть мы гадаем все равно. Как бы сквозь тусклое стекло. Скажите, что можно через тусклое стекло разглядеть? Да ты облик человек, ты увидишь только силуэт. А по-моему, Сократ или кто-то писал, какой-то тоже из древних мудрецов и философов, говорит, что мы видим сейчас мир, как в пещере, говорит, или там Тони Великий был, я уж не помню. Как в пещере сидишь вот спиной к выходу, да, образно говоря, да неважно, или у стены ты сидишь лицом к стене, и вот сзади люди ходят, птицы летают, животные, или что-то проезжает машина, и ты видишь черные тени. И ты по этим теням пытаешься что-то понять, как мир прекрасен. Представляете, человека, ни разу не видевшего мир, всю жизнь смотрящего на стену, пещеры, или неважно, небоскреба, но сидящего спиной. И причем это не зеркальная стена, а черная стена из кирпича, образно говоря. Не черная, а белая, побеленная сплошная стена, в которой не видно, это же не зеркало, в котором можно действительно все увидеть. Идеально практически, да, это даже не стекло мутное пусть. Которая имеет хоть какое-то отражение. Это вообще побеленная стена, поштукатуренная побеленная, на которой только благодаря источнику света, которые огибают предметы на пути его луча и света, противостоящие, оказываются в виде тени на этой стене. Что человек, глядя на эту стену, какую бы он картину мира, дайте ему ручку и бумагу, или компьютер и клавиатуру, он бы вам описал. Вы бы читали и ухахатывались бы. Видя этот мир. Вы бы так сзади бы встали, посмотрели, что он писал бы. И глядя этот мир, зная себя, и думаю, вот он пишет. Каков мир? Каков бытие? Какова истина? Сидя спиной к миру, глядя на тени, проходящие мимо, которые он видит на... И он бы сказал, что люди – это вот такие черные куклы, головешки, как Серафим Саровский говорил. Но он говорил это о монахах, слабоверующих и плохо живущих. Вот так вот. Поэтому вот это вот тело, плоть... И тут надо разбирать конкретные случаи. Потому что вот я говорю, возьмитесь за тот же самый первую главу книги «Бытие. Сотворение человека. Мужчины и женщины». И посмотрите там на игру слов «человек», «мужчина» и «женщина». Трех этих понятий. Ну или как их перевели. А их перевели, получается, еще... Это же слово... Просто Адам – это непереведенное греческое слово. Его влепили как имя нарицательное, и все. А Ива – это жизнь Ева. И вот точно так же. То есть у нас... Мы читаем первую главу на синодальном русском переводе. И у нас каша в голове. У нас слово крутится в голове. Мы используем человек, мужчина, там написано, женщина, Адам и Ева. И вот я пытался и так, и так. Это я вам сказал про три, а там-то не три. Это я уже при условии Адам сразу заменил на... Пусть даже мужчина, да, слово. А может, я так не могу сделать? Еще же есть пятое понятие. Это его собственное имя уже где там. И стал он Адам, а его назвал Ева, ибо она дала жизнь. То есть как будто имя собственное. Может, он сказал, она женщина. Пять понятий в одной главе, пересекающихся непонятно как. Ими вот так кто-то сыграл, кто-то куда-то подставил. Было ли так написано? Непонятно изначально. Может, было всего одно понятие. Человек, может быть, его разделил на два. И там бы было когда-то правильно написано. Но переводы, толкования и переписки мы имеем то, что имеем. Но ты сам понимаешь, что если там есть ошибка, они там очевидны, очень часто в писаниях видны. Мы понимаем, что есть метод для споров и разногласий. И поэтому ни в коем случае глотки грызть друг другу нельзя из-за этого. Вдумываться можно, анализировать можно. И вот такие вот абстрактные вопросы. Плоть или тело, я заканчиваю. Абстрактность рассужданий никакого значения для истины не имеет. В конкретных стихах, может быть, это важно. Надо разобраться, чтобы не упустить, неправильно сделать для своей жизни вывод какой-то. Я говорю, надо конкретные стихи понять. Это очень важно. Тут тоже Валериал, не знаю, он то ли хотел к теме Бога воплощения вообще этот вопрос поднять, или к нашей природе, что там где-то, к чему это. Я вот как бы немножко не понял вопроса. Со мной связаться, как Валерий вначале спросил, очень просто на самом деле. Я сказал, что же в описании к ролику есть все ссылки. Прямо там в описании. Скайп, все. Там в основном ник у меня везде Христолюб. И в ВК, и в Одноклассниках, и в Фейсбуке. И в Скайпе. Есть почта, есть... Телефон я так напрямую везде не пишу, но кто захочет, найдет. Он есть в открытом доступе. Вот так вот. Так что если конкретно о чем-то побеседовать, пожалуйста, я всегда открыт. Можем даже либо лично поговорить, либо записать для общего назидания беседу. Это как уж по желанию будет. Ну так вот поговорили. Я поговорил, вы послушали. Пишите в комментариях дальше ваши мысли, размышления. Может я что-то потом продолжим это. Ну опять же, в таких, конечно, уже совсем. Если там переписки устраивать, это проще поговорить, конечно, по Скайпу. Тут все надо, все с рассуждением. Я вам все говорил. Вот эти знания, они, конечно, нужны и полезны в жизни. Они важны. Вежество это хорошо. Вежество, ведание, как хотите, ведение, знание. Но самое главное, истина, она вот здесь, внутри умного сердца, который перед выбором добра и зла, даже под страхом смерти, угрозой жизни, смерти, выбирает всегда добро, истину, любовь. Потому что зная, что это именно внутренняя часть бессмертная. Вот так вот. И пытаться ее описать, дать ей определение, наукой. Человек просто есть. Бог, он просто есть. Все. И он видим и невидим. И вы ни граниту не сможете разорвать никогда, образно говоря. Потому что даже после смерти наше отделение от этого, казалось бы, физического тела или плоти, как хотите, там-то есть опять у души какой-то вид. Это тоже уже можно назвать будет ее телом или плотью. А вот между этим телом и плотью вряд ли вы сможете разодрать. Вы хоть сто снимайте, это будет как одежки. Мир, он просто есть. И он неделим, кстати. И он не невидим и видим. Он одновременно и видим, и невидим. Это общее целое. Вот и все. Есть грань между видим и невидимым миром. Все. Но она на самом деле неуловима. Вот так вот. Но я говорю, об этом посмотрите. Там есть у меня плейлист на лайве. Все я их снова свободно где-то показываю с картинками. Даже там пытаюсь все это изобразить наглядно. Со слайдами с такими. Можете посмотреть. Все. Пишите в комментариях ваши мысли, размышления. Буду рад почитать. Поназидаться, если чего полезное тоже. Ну, что будет еще трогать. Буду дальше записывать ответы на ваши вопросы. Лепим ваши любвеобильные, божественные лайки. И вы все мы, боги и дети Всевышнего, все вы. И я с вами прощаюсь. До встречи в следующем ролике. Всех люблю. Целую. Обнимаю. Пока-пока.